Всем привет! Вы на канале Технолинк и в этом видео мы рассмотрим кондиционер LG B09TS. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, а чтобы не пропускать новое видео, я настаиваю вам нажать на колокольчик. Уверяю вас, впереди будет много чего интересного. А также я собрал для вас ссылки на все магазины в описании, где вы сможете узнать актуальные цены этого кондиционера. Кондиционер с инверторным управлением LG B09TS имеет оригинальный дизайн за счет применения двойного пластика лицевой панели. Представленная модель отличается безопасностью и удобством эксплуатации, а встроенная во внутренний блок система фильтрации избавит от пыли и других загрязнений. Покрытие Goldfin предохраняет теплообменник внешнего блока от атмосферных воздействий. Модель может работать автоматически, поддерживая заданные пользователям рабочие параметры. Он создает минимальный уровень шума в 19 дБ, что является одним из самых низких показателей в мире. LG решает проблемы, связанные с недостаточной производительностью и шумом, в результате чего кондиционер охлаждает помещение быстрее, работает тише и служит дольше. Производит обогрев и охлаждение помещений площадью до 25 метров квадратных. В кондиционере используется технология JetCool, которая позволяет охладить помещение в течение 5 минут. Опция позволяет контролировать энергопотребление в реальном времени. В зависимости от количества людей в помещении, вы сами можете выбрать производительность кондиционера. Такой способ позволяет экономить электроэнергию и не использовать всю мощность тогда, когда в этом нет необходимости. Двойные автоматические жалюзи позволяют регулировать воздушный поток по горизонтали и по вертикали при помощи пульта, настроив его так, как удобно пользователю. Работа в режиме интенсивного нагрева позволяет эффективно нагревать помещение в переходной отоплительный период. Это время года, когда система отопления не работает, так как температура наружного воздуха уже достаточно высокая и недостаточно низкая. Оборудование оснащено всем необходимым функционалом, без которого невозможно представить современные кондиционеры. Это и система самодиагностики неисправностей и автоматический режим работы, а также автовключение в случае отключения электропитания и другие полезные функции. Умная диагностика позволяет пользователю проверить настройки кондиционера, а также описание неполадки. Управление и самодиагностика производится через встроенный Wi-Fi модуль и эксклюзивного приложения LG для управления бытовой техникой. В кондиционере есть дополнительный фильтр для очистки воздуха от самого мелкого механического загрязнения. Инверторный компрессор постоянно регулирует свою скорость работы для поддержания оптимальной температуры в помещении. Технология Dual Inverter экономит больше электроэнергии, чем обычный компрессор. Он имеет энергоэффективность А-класса. Шесть режимов работы вентилятора позволяют регулировать поток воздуха в широком диапазоне. Им также удобно настраивать скорости потока воздуха. Устройство имеет оригинальный быстрый и удобный метод монтажа. Наружный блок полностью контактирует с наружной поверхностью стены здания. Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева составляет минус 15 градусов, а весят два блока в сумме 34 килограмма. Внешний блок 26 килограмм и внутренний 8 килограмм соответственно. Изящный современный дизайн органично впишется во многие интерьеры. Новый изи-фильтр обеспечит легкую эксплуатацию, а скрытый дисплей покажет электропотребление в реальном времени. Что же думают сами пользователи данной модели? Из позитивного можно подчеркнуть. Тихий в использовании. Идеально остужает. Хорошая сборка. Плазменная очистка воздуха. Удобное управление со смартфона. Хорошее соотношение цены и качества. Ну а что касается недостатков, то я их для себя не обнаружил. А если кому интересно, то актуальные цены на все магазины я оставил для вас в описании под этим видео. А это был обзор на кондиционер LG B09TS. Если вы являетесь пользователем этого кондиционера, то можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в новом обзоре. Субтитры создавал DimaTorzok